Добро пожаловать на программу «Здоровая планета, здоровая я». Меня зовут Шерил Био. Сегодня у нас в гостях Пеппер Льюис, международно известный лектор, автор и ченнелер Гайи. Мы дадим Пеппер несколько минут в нашем эфире, для того, чтобы она настроилась на ченнелинг Гайи. Просто хочу упомянуть, мы только что закончили одну из самых продолжительных политических кампаний в истории США. Новоизбранным президентом стал Барак Обама. Многие были привлечены его сигналом к изменениям и его лидерскими качествами. Наше общество сейчас уже не так эффективно, каким мы его знали раньше, и в то же самое время наша планета проходит через крупные изменения. На нашем пороге находится глобальное изменение климата, и кажется, что нам нужно подготовиться к совершенно новому существованию. Мы подождем несколько секунд, и затем мы зададим вопрос Гайи. Я приветствую вас. Я в вашем распоряжении. Наше присутствие очевидно, и все, что будет разворачиваться, станет частью вашей деятельности, и деятельности даже тех, кто слышит эти слова и кто услышит в них определенный призыв. Спасибо, Гайя. Каким образом мы можем использовать эту хаотическую возможность для создания нового существования в мире и гармонии? Из хаоса происходит сбалансированность. Всегда существует связь между хаотическим и тем, что рождается из хаоса. Сама Вселенная была рождена из хаотического момента. Все, что вы считаете новым, все, что вы считаете переменами, происходит из хаоса, в том числе и сейчас. Важно признать нынешний момент, настоящее, и присутствие в настоящем моменте. Если человек смотрит в прошлое и надеется на некоторые улучшения, то это не сегодняшний момент, не нынешний момент. Если человек смотрит в будущее и говорит, что оно будет лучше прошлого, это тоже не настоящее изменение, потому что оно не учитывает настоящий момент. Истинные изменения происходят в самом моменте. Таким образом, вещи представляют себя в моменте и говорят, я выбираю это, я часть этих перемен. Это единственный способ, которым вы можете увидеть истинную природу нового, истинную природу изменений. Если какой-то человек воспринимает себя частью коллектива, он также признает свое бытие, настоящее, нынешнее, в этом коллективе. Гайя, мы много слышали о глобальном изменении климата, и мы чувствуем перемены на планете. Многие люди считают, что глобальное изменение климата вызвано по большей части или только человеческими существами. Я хотела бы, чтобы вы сказали нам, что приводит к глобальному изменению климата. Большей частью это природный процесс. То есть я не соглашусь с тем, что заявляется во всеуслышание. Действительно, человечество ускорило естественный процесс, и сейчас поэтому уже кажется, что это неестественный процесс или неестественные условия. Лучше сказать, что изменение климата происходит не только на поверхности Земли, где обитает человечество, но и глубоко в ядре Земли, которое сейчас действует и вращается намного быстрее, и влияет также на ось Земли, которая также нагревается, и это влияет на полярности, на северный полюс, на южный полюс, и из-за этого потепление проникает на поверхность, а оттуда и в атмосферу, и таким образом создается реальность или период изменений глобального потепления и изменений климата. Вообще, для Земли, естественно, охлаждаться и нагреваться. Это происходит в определенных циклах. Циклы длятся от 9,5 до примерно 11 тысяч лет. Это огромные циклы. Человечество — это часть Земли, и они продляют или сокращают эти циклы. И таким образом циклы могут длиться от 2 до 5 тысяч лет. То есть можно ускорить их или замедлить, но природа самих циклов не меняется. Человечество — это часть всего, что естественно, природно. Однако сознание, тем не менее, ускоряет эволюцию и, естественно, оказывает влияние на Землю. Я скажу вам, в этом нет большой вины человечества. Земля изменяется, и происходят перемены, правда, в разное время. И изменяется состав воздуха, некоторые элементы в воде изменяются, в дождевой воде в том числе. И даже изменится немного состав пепла, который остается после сгорания чего-нибудь. Человечество является одной из причин и одной из составляющих этих перемен, однако не самой главной. Поэтому ответственность за эти перемены и вина за них не вполне правомерна, но это лишь дает возможность создать новый мир, развернуться по-новому в более великом мире. И человечество является катализатором. Возможно, оно признает новые ресурсы, которые появятся. Гайя, как важно для существования человечества заботиться о планете, уважать планету, не загрязнять планету и жить устойчиво? Важно жить в равновесии, важно жить в гармонии. Но, видите, человечество не живет в гармонии даже с самим собой. Оно не живет в гармонии со своим разумом или сердцем. Оно не живет в гармонии со своими страстями. Оно полагает, что оно может контролировать их, но, тем не менее, они не уравновешены. Гармония идет, в первую очередь, изнутри. Нужно доверять себе, нужно доверять своему соседу, соседу, который живет по соседству, соседу по сообществу или соседу в том сообществе, которое находится по другую сторону океана. И таким образом создается новая среда обитания. На основе этого понимания можно задействовать все чувства и все питательные элементы мира, все царства, все стихии. Чем больше уважения к себе, тем больше уважения ко всему, что естественно, к природному миру. Вы упомянули слово «доверие», Гайя. Это самая важная ценность для нас, как для человечества. Нам нужно доверять себе и доверять другим. То есть доверие — это милосердие. Если хотите, да, это милосердное. Доверие. Но тем не менее, это просто доверие к себе, к своему «я». Человечество не понимает, что такое «я», свое «я». Оно понимает «ты», «я», «он», «они». Но оно не полностью понимает, что такое «мы». Оно не понимает коллективного сознания. Вместо этого оно впадает в коллективное бессознательное. Бессознательные мысли создают реальность, которая не вполне определена. И это приводит к недоверию. Нужно доверять себе. Тому себе, которое знает, которое чувствует. Ведь каждый человек имеет в себе часть, которая знает, и знает, что она знает. Такое знание доступно всем. Это знание сообщества. Это знание, которое нужно для создания будущего. То есть, как те люди, которые только родились, которым, скажем, всего год от роду, они не отделяют себя от родителей, они чувствуют себя единым целым. Наверное, это то, к чему мы должны стремиться. Вот такое понимание, что все мы связаны. Почему, что случилось с человечеством, что случилось, почему мы потеряли из виду коллективное сознание, почему мы потеряли из виду ту глубину нашей связи между собой. По большей части, потеря из виду, как вы это назвали, это просто поиск значения жизни вовне, поиск цели существования вовне, поиск внешнего Бога, прежде чем обратиться к внутреннему Богу или внутренней истине. И это всегда немного запутывает. Нужен баланс внешнего и внутреннего. То есть, внешняя истина должна признаваться внутренней истиной. До тех пор, пока человек не достигает семилетнего возраста, в нем существует вот эта внутренняя истина. До этого момента человек, еще не достигший семилетнего возраста, пока не затрагивается в внешней жизни, до тех пор, пока он сам не начинает ее искать. И тогда уже на него влияет внешняя реальность. И тогда наступает время великого выбора для каждого человека. И разворачиваются его цели, будет ли он ведом чем-то внутренним, внутренней средой или внешней средой. Что вы можете сказать нам, Гайя, по поводу подготовки к существованию в условиях этих планетарных изменений, которые сейчас происходят? Какие полезные указания или намеки вы можете нам дать в связи с этими изменениями? Лучше всего просто не бояться перемен. Те перемены, которые происходят, при полном их признании пойдут на пользу всем или почти всем. Все это происходит от знания о том, что перемены востребованы с той или другой точки зрения. Это разворачивание. Это не просто перемена. Это не обмен одной реальности на другую. Это сила и это сознательность, которая сподвигает к эволюционным переменам. И прежде чем они проявляются вовне, они проявляются внутри. Это созидательные перемены. Разум природы приводит к переменам для всех живых существ. Изменяется не только разум одного человека или даже одной страны. Это не перемена направления. Это эволюционная схема, которая естественна для всего мира. Таким образом разворачивается процесс. И нужно приветствовать его. Нужно естественным образом разворачиваться. Нужно слушать свои внутренние указания и корректировать или приспосабливаться к этим переменам. Нужно более милосердно и таким образом более легко приспосабливаться к новым условиям. И многие жаждут этих изменений. Приспосабливание к тому, что сейчас, естественно, позволяет получить большее знание и на физическом уровне, и кроме того, на нефизическом уровне появляется и знание о том, каким образом быть, каким образом делать, каким образом жить. Было упомянуто слово «сейчас». Многие из нас не единожды думали о прошлом, о будущем. Нам нужно сделать сознательное усилие, как представляется, для того, чтобы жить сегодняшним, нынешним моментом, для того, чтобы наш разум, наш мозг был в нынешнем моменте. Является ли это одним из ключевых факторов нашей эволюции? «В положительном направлении». То есть нам нужно быть более сознательными в настоящем моменте, в «сейчас». «Сейчас» — это момент, который существует независимо от времени. «Минута» — это время. «Момент» же существует за пределами времени. Он просто вставлен в схему времени, потому что его признает ваше «я». Ваше «я» чувствует момент, и прежде всего руководствуется моментом. Момент более созидателен, чем минута. Момент реагирует на созидательный разум. Если хотите, момент — это канал реакции. Момент бесконечен, а минута — это всего лишь линейное развитие мысли. Ответ на ваш вопрос — да. Если человек может присутствовать в моменте, то он может выбирать создание этого момента. И это более созидательный путь. Если человек не присутствует в моменте, то тогда он является следствием момента, остатком момента, тем, что осталось. И таким образом он вступает во время, как в хвост кометы, и просто действует вслед за ним. Гайя, вы могли бы рассказать о следующем? Мы сейчас проходим через экономический кризис планетарного масштаба, не только в США. Мы все связаны и все воздействуем друг на друга. Вы могли бы сказать нам, почему мы проходим через такое время сейчас? Потому что нынешний климат, его можно называть экономическим климатом, политическим климатом или природным климатом, уже не подходит требованиям настоящего. Он принадлежит прошлому. Он не принадлежит настоящему, и он не будет устойчивым в будущем. Существуют аспекты во Вселенной, которые связаны с большими эволюционными поворотами. Сейчас такой поворот происходит на Земле. Он будет происходить на всех небесных телах. Сейчас он пришел на Землю. Развертывание этого поворота изменяет климат во всем. Таким образом появляется неспособность поддерживать экономику мира, потому что экономика основана на ресурсах, которые уже не вполне своевременны, на валютах, которые не вполне устойчивы. И таким образом Земля становится перенасыщена этими факторами, и она должна изменяться. И начинается хаос для того, чтобы создать новое, новую структуру, новое развитие. И таким образом начнется новое развертывание. Будущее уже диктуется. Я имею в виду экономическое будущее, будущее человечества, его выживание на планете. Оно уже продиктовано или предусмотрено, или зависит от наших действий прямо сейчас? И то, и другое. Существует коллективное сознание и коллективное бессознательное — это два полюса. В определенной степени, если человечество притягивается к бессознательному, то все уже предопределено. Если же человечество присоединяется к коллективному сознанию, то тогда свобода воли помогает преодолеть бессознательное, то есть быть причиной, а не следствием. И истинные перемены начнутся для тех, кто будет воспринимать себя как причину. Они смогут быть причиной своего существования и причиной своих дел. И таким образом они определяют свое существование. Если говорить о божественном предопределении, то Бог — это божественное существо, а не божественное дело. Именно поэтому существование, а не дела, во многом определяют будущее, устойчивое будущее. В связи с этими изменениями, многие люди чувствуют, что у них недостает источников и ресурсов для существования. Пожалуйста, скажите, как справиться с этим? Знаете, на планете нет недостатка. Настоящего недостатка ресурсов. Планета может реструктурировать, восстанавливать и омолаживать себя значительно легче, чем вы можете себе представить. Человечество со всеми своими мыслями и со всеми своими навыками не может на самом деле взять у Земли то, что Земля не даст. Независимо от того, как глубоко идет бурение или выемка, или дробление горной работы, Земля просто не даст то, что она не дает. Но Земля дает и делится только тем, что она хочет делать. Независимо от того, есть ли эти ресурсы, просто происходят изменения развития, и будут другие ресурсы, которые будут более полезными. Когда они будут обнаружены, они будут выходить на передний план, и начнется балансировка, уравновешивание на основе того, какие ресурсы предлагает Земля. И человечество будет действовать в соответствии с этим балансом. Другие ресурсы появятся, может быть, даже появятся те растения или животные, может быть, даже те, которые уже считаются исчезнувшими, и человечество откроет для себя, что можно сеять, что можно собирать. То есть будут происходить большие перемены, и человечество нужно обнаружить, как наилучшим образом использовать свои ресурсы. И появятся, в частности, технологии для проращивания под землей и в защищенных средах обитания на Земле. Эти перемены произойдут, и сейчас они уже готовятся. Я не говорю, что не будет голода в мире. Я говорю, что планета, Земля располагает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы прокормить любое царство, включая человечество. Гайя, мы знаем о будущих проблемах с водой. Вы можете рассказать об этом? Некоторые водоемы, источники воды в некоторых частях мира исчезнут, но они возобновятся в других частях мира, и сейчас это уже происходит. И вода будет передвигаться под землей и найдет новые точки для того, чтобы прорваться на поверхность. В других частях планеты уменьшится количество воды, в том числе в тех местах, где ее обычно было много. Однако появятся новые технологии для опреснения воды, и они будут использоваться лучше, чем сейчас, и разум продолжит структурировать свои знания в зависимости от того, что будет наиболее необходимым. Сейчас страны борются за нефть и другие ресурсы, но в какой-то момент они будут бороться еще и за водные ресурсы, потому что им будет угрожать жажда. Это ресурс, который очень-очень важен, и вы увидите, как он будет реструктурироваться. Даже в штатах вашей страны, в Соединенных Штатах Америки, вы увидите, что в некоторых штатах начнутся серьезные противоречия или между штатами за ресурсы, за водные ресурсы. Штаты останутся объединенными, соединенными, но тем не менее единение в ближайшем будущем будет уже не таким сильным. Какие действия мы, как отдельные люди, можем предпринять для того, чтобы предотвратить ущерб Земле и нашим источникам воды? Большей частью нужно просто начать относиться к природе изнутри, с знанием того, что во всем есть естественное равновесие. Я не говорю о том, что нужно предпринимать какие-то конкретные шаги. Нужно просто выбрать осознанность, что нужно для жизни, а что не нужно. Что нужно использовать сегодня, а что можно использовать завтра, чтобы было это завтра. Не все это понимают, но я говорю вам, то, что вы считаете настоящим недостатком, идет не от Земли, а от разума. Это такой искусственный недостаток, как и изобилие может быть тоже искусственным. Природа всегда находится в равновесии, даже если кажется, что это не так. Лучше начать думать именно таким образом. Таким образом, чтобы каждое существо было в балансе, в равновесии. Сейчас многие думают, что они не уравновешены. Нужно позволить, чтобы новые мысли, оригинальные мысли, созидательные мысли руководили следующим моментом, а не затвержденные мысли, воспоминания или внушенные мысли. Гайя, у нас на Земле есть нефть, и мы бурим, бурим, бурим ее и высасываем нефть из Земли, и кажется, что Земле не просто так нужна эта нефть, и важно, чтобы она была в Земле. Она не так важна внутри Земли, потому что просто она не дополняет поверхность Земли. То, что внутри Земли, полезно для Земли. Но я вновь говорю вам, человечество не может брать у Земли так много, чтобы действительно повредить Земле. Человечество не повреждается бессознательными действиями или мыслями человечества. Это касается всех продуктов, побочных продуктов нефти. Они не так устойчивы на поверхности Земли, как они устойчивы внутри Земли. И человечество придет к этому выводу, к тому, что нужны другие ресурсы. Просто оно пока боится. Оно уже боится, потому что экономики зависят от нефти. Оно боится отойти от нефти. Оно боится, что все экономики просто рухнут. И кажется, что нужен просто постепенный подход, переход от нефти, от нефтяного голода, к другим идеям. Что касается воды и глобального изменения климата, Гайя, что вы можете сказать тем из нас, кто живет в прибрежных районах или на побережье океанов? Что ожидать от воды в связи с переменами на планете? О, это большой вопрос. Это полностью будет зависеть от того, какое это побережье и как близко люди живут к побережью и что они делают с этим побережьем. Я скажу вам, хотя линии побережья кажутся весьма твердыми и устойчивыми, под этими побережьями и в море происходит движение. Поверхность, конечно, на побережьях прочна, но она не настолько мощна, как раньше была. И соленая вода проходит все дальше и дальше под поверхность побережья, и именно поэтому они делаются немного нестабильными. Они становятся меньше, тоньше. И именно поэтому возможность землетрясений рядом с побережьями выше, чем в центре океанов. И те, кто живут на побережье, должны признавать этот выбор. Они сделали свой выбор, жить там, и это их выбор. Гайя, многим кажется, что для того, чтобы преодолеть эти хаотичные времена будет наиболее полезно для большинства или определенной доли людей знать, быть открытыми, что мы можем сделать, мы, люди, для того, чтобы нам проснуться, для того, чтобы проснулось все остальное человечество. Нужно знать, что все мысли естественны, и все движения, вся эволюция естественны, и их аспекты, как природных существ, чтобы признать, что человечество — это одно из царств. Это наиболее сознательное царство, наиболее знающее царство, самое развивающееся царство, но это одно, одно из сообществ единства. Это одно из сообществ, которые находятся в братстве, в родстве, которое имеет милосердие к этому единству, и оно должно признавать это единство. Если оно не признает, то тогда мир станет еще более голодным, он будет испытывать еще большую жажду, еще большую бедность. Но если будут признаны ресурсы, то они вернутся быстрее. Лучше жить с сознательностью, с открытым сердцем и с волевым разумом. Все перемены тогда станут менее внезапными, менее заметными, и воля человека, конечно, диктует то, что она хочет, и на индивидуальном уровне это может восприниматься как нечто внезапное. Просто каждый должен решить, какую роль он играет в этом развертывании, и как он объединяется с другими в этом развертывании. И именно это является сигналом той станции, которая сейчас передает эти слова. Да. Гайя. Некоторые люди полагают, у них разные верования, разные определения Бога. Каким образом вы можете определить, есть ли Бог, и как бы вы определили этого Бога? Человеческое определение Бога основано на всех или некоторых религиозных определениях, но, тем не менее, это некая средняя точка того, что человечество считает всемогущим существом. И оно действительно всемогущее, но оно необъяснимо, неопределимо, невыразимо. Это находится за пределами понимания человечества. Это находится за пределами возможности идеализировать существо. Это некая сущность, большее, чем Вселенная, большее, чем разум может воспринять. Это все и ничего. Это нечто великое. Это все, что созидает. Это разум, это созидательный разум, созидательный ум. И все, что имеет не только любовь и милосердие к этому миру, но и способность развертывать это по своей воле. Нет ничего более великого, чем все. А есть ли у него женская или мужская энергия? Это то, что существует между ними. Это некий третий тип энергии. Это лучше, чем женская и мужская энергии. Это то, что рождается из них. Но вы знаете, то, что существовало ранее, до начала времен, до начала женского и мужского, это то, что существовало раньше. До этого была причина всего. Причина даже для создания причины и следствия. Это то, что существовало до начала времен, до начала измерений, до созидания. Видите, разуму трудно воспринять это. Каковы симбиотические отношения между человеческими существами и той энергией, о которой мы сейчас говорим, которую некоторые люди могут называть Богом? Я думаю, что люди просто скажут, у меня нет сил изменить что-либо, и они будут использовать при этом слово «Бог». Может быть, они просто не хотят принимать на себя ответственность, и они говорят, «Я не могу изменить что-то на этой планете, это вне моего контроля, я не могу что-то изменить, это всё в руках Бога». Что вы можете сказать по этому поводу, по поводу этого отношения? Человеческое существо — это механизм для Бога, как вы его называете, это механизм для той частицы любви и милосердия, через которую Бог выражает себя. Что такое человеческое существо? Это дом для частицы света, которая принадлежит великому солнцу. Это возможность для солнца, которое находится за солнцем, для самого великого света вливаться и протекать. Частица света создаёт великое присутствие, великое сознание, великое руководство, великое существование. Всё это — божественное выражение. Человеческое существо — это выражение всех возможностей, всего того, что божественно, всего, что свободно. Говорить, что это принадлежит воле Бога, означает, что это принадлежит воле структуры, воле Вселенной. И божественное сознание включает в себя и человечество. Человеческое существо, его тело, это не более чем механизм для выражения света. И когда эти выражения объединяются, они становятся солнцем, солнечным светом, сознательным светом всего сущего. Всё это также — Бог. Гайя, а другие планеты в Солнечной системе проходят через те же перемены, которые сейчас происходят на физической Земле? Нет, не в этот период. Есть жизнь везде и во всём, в Солнечной системе, во Вселенной и на других небесных телах. Но на трёхмерной Земле сейчас происходят наибольшие изменения. Сейчас ускоряется время, ускоряется свет. И сейчас он, скажем так, подстёгивает эволюцию в третьем измерении, на других невидимых измерениях. Импульс этого света не так силён. Плотность третьего измерения сейчас должна дать импульс чему-то большему, чему-то более высокому. И свет имеет непостоянную природу, он ускоряется. И ускорение света ускоряет и время, которое является аспектом света. Это ускорение ускоряет человечество, которое верит во время. Человечество верит во время и в проистекание времени, и таким образом ускорение становится всё больше и повышается скорость света, и человечество становится более многомерным, а принадлежащим не только третьему измерению. Гайя, мы все знаем о загрязнении наших океанов, в частности, северной части Тихого океана, пластиковыми отходами. Земля сможет снизить эту токсичность, или мы, люди, должны придумать, как расчистить эту территорию. И то, и другое. Человечество в своём желании навести чистоту, создать для себя свой собственный тест, собственные испытания, и те разумы, которые приспособятся к этой теме, найдут какие-то естественные соединения внутри Земли, которые могут действовать в качестве катализаторов для тех материалов, которые вы описали, для того, чтобы легче и более эффективно их разрушать. Возникнут новые ресурсы или новые отрасли промышленности, которые человечество обнаружит в ближайшем будущем. Но если человечество хочет быстро развиваться, то появятся новые ресурсы, новые отрасли и новые отрасли экономики. И то, что было скрыто, выйдет на передний план. Лучше смотреть на это эволюционное время перемен с надеждой. И тогда те открытия, которые нужны, придут значительно быстрее. Гайя, на последних выборах был избран президентом Барак Обама, и по всему миру существует надежда, очень востребованная надежда. Она проявилась в течение последней недели, в частности. Чувствуете ли вы какое-то изменение 4 и 5 ноября, изменение на планете? Потому что мы все чувствовали какой-то дух перемен. Перемены произошли не в эти даты. Перемены произошли из-за чувства, из-за надежды, которую многие возлагают на того, кто был избран. Я думаю, что своими возможностями он будет способен только притворять какие-то изменения, но его задача также заключается в том, чтобы поддерживать мысль об изменениях и мысль о надеждах, для того, чтобы вселять их в сердца и разум других. Потому что когда он будет делать это, даже если он не сможет что-то выполнить, это чувство будет восприниматься, эта вибрация будет восприниматься другими людьми. И в сущности, его выборы были не выборами человека, который должен произвести изменения. Просто сами изменения дают большие возможности тем, кто становится мировыми лидерами, и они мотивированы на улучшение состояния мира. Они тоже могут воздействовать на мир, на семью, на свое сообщество, на свою карьеру. И именно это чувствовали и вы, и другие. Коллективное сознание сейчас знает, что оно тоже может надеяться на то же самое и выполнять те же самые задачи. Спасибо, Гая. Мы закроем нашу сегодняшнюю беседу и надеемся, что вы еще вернетесь к нам в будущем. Мы продолжаем. Сейчас мы дадим некоторое время, чтобы Пеппер отключилась от ченнелинга. Если вы только что включили наши передачи, я Шерри Билл, передача «Здоровая планета, здоровый я». Наш гость Пеппер Льюис, международно признанный лектор, автор двух книг «Говорит Гая», учитель метафизики и природной интуиции. Она занимается ченнелингом нашей планеты Земля, которая также известна как Гая. Ее работы признаны различными организациями, в том числе Организация Объединенных Наций у нас и за рубежом, а также многими руководителями. Она основатель организации «Мирная планета». Ее сайт peacefulplanet.com — это организация, которая занимается вопросами равновесия, цельности и мира. Итак, сейчас мы подождем еще несколько секунд, и мы поприветствуем Пеппер Льюис. Спасибо. Спасибо большое, Пеппер. Я хотела бы продолжить и дать вам несколько слов в течение нескольких минут. У нас еще осталось пара минут нашей передачи. Итак, я хотел бы, чтобы вы рассказали о вашем грядущем семинаре, или, может быть, вы еще о чем-то хотите рассказать? Да, я хотела бы поблагодарить вас и станцию за вашу прогрессивную позицию, как и всегда. Вы знаете, сейчас я несколько месяцев живу в Эйшленде, штат Орегон, а до этого я всю жизнь провела здесь, в районе Лос-Анджелеса, и я была преданным слушателем станции Кейпевки. И когда я здесь жила, а в других местах, где мне довелось побывать, в Беркли, например, я искала родственные станции, и я хотела бы сказать, что для меня большая честь прийти и поделиться с вами этими словами. Я также хотела бы поблагодарить аудиторию и тех, кто программирует эфир, за их открытую и широкую позицию. Это то, что нужно сейчас. Спасибо большое. Я думаю, сегодня мы получили огромное удовольствие, все, включая меня. Дорогие слушатели, вы можете найти все, что связано с нашей сегодняшней передачей на нашем веб-сайте «Здоровая планета, здоровая семья». Вы можете выйти на сайт нашей радиостанции kpfk.com и там найти ссылку на наш сайт. Через пару дней вы сможете найти запись нашей передачи, а на следующей неделе вы увидите эту передачу на YouTube, увидите Pepper Lewis и меня, Шерри Билл. Я хотел бы отрисовать отдельный поклон Глену, которая сегодня помогает нам в студии. Меня зовут Шерри Билл. Мы встретимся на следующей неделе. Мы обсудим состояние водно-болотных угодий. Мы расскажем обновленную информацию о захоронениях коренных американцев, которые обнаружены в одном из районов. И мы узнаем, что происходит с водно-болотными угодиями. Уже удалось сохранить сотни-сотни акров. То есть есть хорошие новости. У нас в гостях будут два представителя из организации 100% возобновляемых ресурсов. Меня зовут Шерри Билл. Программа «Здоровая планета, здоровая я». Радиостанция KPFK 97FM в Лос-Анджелесе и 98.7 в Санта-Барбаре и в Сан-Диего на частоте 97. Мы вещаем по всему миру на сайте kpfk.org. Желаю чудесной недели. Встретимся на следующей неделе в то же время на той же волне. подписывайтесь на наш канал, kpfk.org. Санта-Барбаре и негерки и негерки и негерки и негерки и негерки и негерки в то же время в то же время негерки к rampmer Продолжение следует...